Приветствую вас, а если честно, вот так дальше, сразу, в сходу, не совсем понятно, чего вы хотите, Николай. Вы пишите, что после того, как я обстрелял семью, жена с ребенком от меня ушла, казалось, что нам нужен перерыв. С чего вы решили, что семью можно потерять? Семьи можно лишиться, а семья может разрушиться, распасться, например. Но потерять семью, наверное, нельзя. Жена с ребенком ушла, сказав, что вам нужен перерыв. Но перерыв – это же не окончание отношений. То есть у нее надежда есть на то, что это изменится, меняется, станет другим. У вас тоже, по идее, надежда должна быть, если вы дорожите своей семьей и ребенком, что это не конец. Но очевидно, что она ушла, а ваша жена, не просто так. Очевидно, что у нее есть основания для того, чтобы уйти. То есть именно основания для того, чтобы уйти у нее имеются. И эти основания, в этих основаниях есть 50 процентов вашей ответственности на самом деле. И ответы навернякает вопрос. Так, а что же мы будем делать с этим? И будем ли вообще что-то делать с этим? Понимаете? Будем ли мы что-то исправлять? Будем ли мы что-то менять? Будем ли мы что-то корректировать? Ну, своей деятельности я имею в виду. Вот. Хотите ли вы что-то делать? Ну, хотите ли вы что-то менять? В своей деятельности. В своем поведении. Вот что важно. На мой взгляд. То есть, основной вопрос, который у меня к вам есть, он такой. Почему уход жены и обозначение ею проблем не мотивирует вас? На то, чтобы меняться. То есть, вы вместо этого говорите как бы, что, ну, что не хотите жить. То есть, вас нет стремления, ну, эволюционировать вас нет стремления поменяться. Вот. И меня очень интересует вопрос, что же, почему так? Что это может быть случайно? Ну, нет. Я не думаю. Не думаю, что это может быть. Я не думаю, что это случайно. То есть, получается, что вы, с одной стороны, нуждаетесь в людях. Например, в тех же жене и детях. Да? Вы в основном нуждаетесь. Но, с другой стороны, нуждаясь в жене и детях, вы не хотите меняться. Почему, опять же, не хотите меняться? Да, вот. Ну, именно. Почему? Потому что не даете волю своим желаниям, я полагаю. Ну, я так полагаю, вы не даете волю своим желаниям. То есть, то, что у вас нет смысла жизни, вы говорите, что я не хочу жить больше. Да? Это подавление. Подавление своих эмоций, подавление своих чувств. Вот. Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, для себя вы не живете. Вот. Вот. Но при этом, при том, что вы для себя не живете, допустим. Да? Вот. Вы через жену и ребенка реализуете какие-то свои потребности, свои желания. что естественно, что соответственно приводит вас к определенному негативному поведению. То есть, негативное поведение есть с вашей стороны, ну, раз жена и с ребенком ушла. Да? Вы не хотите меняться, потому что у вас есть запрет на реализацию своих вот желаний не через других людей. По-другому вы, может быть, просто не умеете. И отсюда идет, собственно, вот подавление, как раз таки. Отсюда идет нежелание что-либо менять. Вот. Скорее всего, скорее всего так. Ну, я так вот думаю, исходя из того, что вы написали. Вот. Исходя именно из того, что вы написали. Вот. Поэтому давайте для начала мы сформулируем проблему. Вообще. Что является проблемой. То, что ушла жена с ребенком, это не проблема. Это не может быть проблемой. Знаете? Всегда с ребенком ушли. Это, как бы, неприятно, да, но это их право. Их право было уйти. Я полагаю, что вы понимаете. Вот. Их право было уйти. Вопрос в том, как вы это восприняли. Понимаете? Понимаете? И что именно для вас, вот, вот, лично для вас. Является проблемой. В этой истории. То есть, считаете ли вы, например, правильным, например, адекватным. Да? Тот факт, что стоило жене и ребенку уйти от вас, и вы потеряли смысл своей жизни. Вот. Если, если вы согласитесь с тем, что это не совсем адекватно, то именно это и нужно вам в первую очередь менять. Именно это и необходимо в первую очередь корректировать. Вот. Ну, а дальше у себя, соответственно, будет видно, что и как. То есть, я уверен, что дальше вы сможете скорректировать свое поведение так, чтобы жена и ребенок чувствовали себя комфортно с вами. Очень важно, очень важно, при этом понять, что именно вы чувствуете к жене и ребенку. Понимаете? Почему я об этом говорю? Потому что я не думаю, что здесь есть любовь, если честно. Я думаю, что вот ни в коем случае здесь история не про любовь, к сожалению. То есть, мне кажется, что дело здесь не в любви. Дело здесь может быть в определенной потребности, может быть в определенных желаниях, но не в любви как таковой. Ну, ибо если бы вы любили своих жену и ребенка, да, то, ну, наверное, вас приняли бы их уход как что-то такое, как минимум позитивное для них. Как минимум, ну, хорошее и адекватное для них. Понимаете? Вот. Но не как кризисную ситуацию для себя, потому что они ушли, они были несчастливы. Вот. Если они ушли и при этом они были несчастливы, ну, наверное, как бы это здорово, что они ушли. То есть, любящий человек, любящий человек, он распишет так. Вот. На вас же это негатив. К сожалению. На вас это негатив. И вот вы и свои причины. Вот. Вот так вам можно ответить на ваш, даже не вопрос, а просто текст. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Обязательно подумайте над тем, что я сказал. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Что значит? Продолжение следует... После chronic тренировки ноября!